Друзья, настало время переходить ко второй карте. Майнгеймс против Айви продолжает сражаться, и пока Айви выглядит несколько ужасающе, я бы сказала. Потеряно. Потеряно, потому что, не знаю, то ли они боятся оппонента, то ли... ну, игра у них вообще не клеится. Они не стараются играть первым номером, они не стараются делать какие-то выпады, ганги. Хотя у них все для этого было на первой карте, но очень пассивная игра, и пассивная игра приводит к тому, что ты уже... Тебя задавливают. Под финальную драку приходишь с двумя киллами. С двумя киллами, которые ты сделал в первые пять минут игры. Да, это говорит о том, что команда просто не пыталась идти на эти ганги. У них было несколько попыток выхода таких вот макро-решений. Один раз они попытались снести вышку там на физеле, там, допустим, а все остальное их просто ловили по одному на фарме, и это было самое грустное. Но будем перемещаться к драфтам, и там посмотрим, что может измениться у этой команды. И здесь пока только все начинается. Беста своего любимого петушара вытащил ради такой катки. Вот все дипси банили, этого беста. Да, Айви, походу, про это забыли. Потому что... Может, и не знали никогда. Не подготовились, может быть. Потому что этого героя нельзя давать, да? Потому что один из сигнатурных петушары. И может играть он и по-разному. И в Агонимного, и через второй домик, и как угодно. На Агонимного уже в последнее время, я вот, мне кажется, за последние вот несколько месяцев видела только одну такую карту. Он в редких случаях выходит. Вот прям в редких случаях, когда на эту бестмастер есть жесткая контра, опять же. Чены, энчантрасы, думы и так далее. Тогда он, да, он идет сразу моментально. Когда есть какой-то скилл, который позволяет отнять у тебя этого анша несчастного, тогда, да, бывает такое. И учитывая то, что он здесь был открыт в ранней стадии, возможно, чем-то из такого закроется он здесь. Но, да, сами они не банили ничего из подобных персонажей. Так что, в принципе, уверены в своем бестмастере. Если ты хочешь что-то из этого брать, то тебе нужно брать это сейчас. Ты что, уже не прилепились туда? И Бэйна ставить на четвертую позицию. Если не Чаичена. То есть, чтобы он подъедал потом, или что? Нет, чтобы Бэйн тогда у тебя передвинется на четвертую позицию. Он будет на четверке играть. Сейчас редко можно увидеть Бэйна на четверке. Это все-таки, наверное, мета закончилась на интернешном. Вот под конец DPC начали так тоже драфтить. Я видела все чаще и чаще. Но там, как правило, знаешь, это был вынужденный драфт, такой вынужденный флекс. То есть, как-то сильно много погоды не делал. И, как правило, пятерку брался кто-то, кто потом набирал. Ой, интересно, а какой позиции Валора? Ну, видимо, пятерка. Пятерка. Этот герой как раз, и этого героя очень часто вижу. Но вижу его не в этом регионе. Вижу в Южной Америке. В Юго-Восточной Азии тоже берут. Топовые коллективы любят брать. И они очень круто отыгрывают. Опять же, этот герой, он не дает убить под слово совсем, если у тебя нету манки Кинбара, если у тебя нету что-то, что пробивает там, не знаю, Блуторна какого-то, Сильвера, что пробивает Миссии. И когда это даунбрейкер с пятой позиции, когда идет пассивная игра, фармящая, знаешь, вот как Гримстрок сейчас был, да, пятерочка, и он себе добрал этот аганим очень быстро за 20 минут, даунбрейкер он, в принципе, так же. Можешь где-то фарм свой найти. И как появляется аганим, вот это 60% миссов, и жесткий этот апхил, если еще есть там вдова Холли Локет, которые еще 30-очку добавляют к хилу, то все, ну, любой фокус по персонажу, если ты его не убиваешь за секунду, вот прям за одну секунду должен убить, а как бы исти не можно это сделать, то, ну, ты не убьешь его. Ты просто потратишь все, все свои ресурсы, и даунбрейкер это все выхилит. Вот поэтому и хотелось бы надеяться на четверку, чтобы это был какой-то ранний аганим достаточно, потому что он действительно безумно мощный для сопортящей Валоры, который у нас в основном появляется. Только одни Виртуз Прона, они все пытались все продвинуть на первую позицию, но так и не сработало. Ну и что ж, Террорл Бейд появляется в качестве кэри-позиции, и Тинник, я так думаю, что снова у нас на мид отправится, судя по всему. Мидл, да. На ТБ Бейн. Хотя нет, Бейн может и четверка, здесь боится спиртбрейкер. Ну а что ему со спиртбрейкером на линии ТБ делать? Мне кажется, что все-таки, наверное, там Бейна лучше ставить. То есть лучше тогда спиртбрейкера на четверку. Может, сейчас как-то флексанут, учитывая то, что у них закрывающие вообще его на четвертой позиции отставят. Эти два лайна готовы. На треть точнее. У Майнгеймс, да. Вивер бисмастер, Луна, даунбрейкер. Тут не надо ничего менять, не надо ничего придумывать, не надо никого никуда двигать. Все, это все четко. Мидер остался для ФНа. Опять же, сейчас будет Банлин, а Банлин уже был. Кого еще можно такого против Терреблейда? Герой своего. А может быть, Инвокер и Банни? Инвокер можно забанить у ФНа, а Инвокер тоже неплохой. Эдже против ТБшки это все будет работать. Да, все-таки ФН больше любитель не Инвокеров, а всяких там Линк. Бэтрайдер, Бэтрайдер тоже хороший. Он и ему шторм сейчас, например, остался из любимого. Штампир тоже против Тинни стоит великолепно. И шторм здесь. Ну, его поймать практически нереально. Опять же, Тинни должен именно по нему тогда работать. Если ты будешь работать по Тинни, то Луна будет в шоколаде себя чувствовать. На нее будет маленькое количество дизейблов. Интересен Бан Бэтрайдера. Хотя Бэтрайдер Тинни бы тоже унизил на линии. Бэтрайдер отлично. Отличный Бан против. Опять же, у ФНа он в пуле есть. И против Тинни. Но Тинни не сможет стоять от миддл. Так, ну, в общем, здесь либо Шторм, либо Эмбер из ФНовского такого осталось. Да, и тот, и тот хорош. Что интересно, как бы почти вся стадия банов именно против ФНа шла. Мне, кстати, даже Эмбер нравится больше, чем Шторм. Потому что... По иллюзиям скакать, да. Да, по иллюзиям скакать. Это раз. Вот эти по тонким иллюзиям, когда ты будешь в мидгейме, опять же, пытаться давить, это раз. Во-вторых, щит, который будет магией очень много впитывать. Да, Тинни там не сможет ему как-то моментально быстро фокуснуть. Опять же, все это впитает. Поэтому Эмбер спирит здесь покомфортнее. Шторма все-таки заманильная. Но надо Эмбера брать. Надо брать Эмбера. Эмбер здесь прям великолепен. Войда можно еще придумать? Можно и Войда. Но, мне кажется, Эмбер здесь получше будет. Он более неуязвимый. Ты смотри, как они быстро драфтят Майнгеймс. У них две минуты топтаймера осталось. Опять же, если драфт тебе позволяет использовать твои наработки, которые ты делал на... Которые уже готовы. Да, которые уже готовы. Ты просто делаешь быстрые драфты. Если у тебя все идет по плану твоему. Это все наработано там в каких-то скримах, кланворах. Может быть, что-то интересное сейчас от Эфена? Эмбер, Эмбер, давай. Нет, Визаж... Что-то интересное. Мидл для Эфена. Прикольно, прикольно. Да, и против Визажа тут, по чести говоря, ничего и нет. Берем же. Да, все-таки переставляется перед Брейкера на третью позицию. Решили так сыграть. Не знаю, сверху опять, ну, мощно. Герои сильные, очень сильные персонажи, сильные суппорты. У тебя неплохой мид-персонаж, да, Тинни, который может экшен по карте делать. Но если они так же пассивно будут играть этими персонажами, если у них не будет получаться, если их будут так же читать, как это все было на первой карте, то такая же одноколечная игра сейчас будет от Майнгеймс, потому что снизу тоже это все на давление. Это визаж Луна, связка, помнишь, китайская. Да. Это самая быстрая карта на The International была между Ичи и LGD, вот именно с этой связкой. И там, правда, тройка визажа была, здесь он будет медовый. В принципе, это сути дела вообще не меняет никак. Это еще лучше для визажа. Да, да, да. Просто ты сносишь вышки, вот даже в лучшие свои времена бруда такого не могла представить, как та скорость, с которой это все падает под всеми этими горгульями от агонимного уже визажа. Опять же, визаж, который будет одеваться потом в керасу какую-то, там, может, медальку возьмет первым артефактом, это, во-первых, баф для Луны, во-вторых, это Таурат еще быстрее демонтажишь, поэтому, да, стратегия крутая, но при фене нужно в мидл хорошо отставить. Посмотрим, на капчике посмотрим тогда сейчас, и будем узнавать, что у нас по MapFinner у нас пятерочка прям префом ставится на Ivy. Ну, ладно, окей, пускай будет так, и 1.12 на MindGames, это всего лишь на карту. То есть там уже, наверное, за 12, мне кажется, кэфчик куда-нибудь. Мне кажется, Ivy любит какие-то, знаешь, у них ровненько прям все 9, там пятерка, шестерка, семерка. Главное, что круглое число, какое конкретно уже не имеет значения. Ровненько так все. Нету каких-то разбросов, как у MindGames, допустим, 1.12. Ну, изначально, когда они взяли этого беста, у меня было впечатление, что они наоборот хотят взять что-то свое такое самое сигнатурное и по-быстрому закрыть. Но вот когда появилась вот эта луна-визадж, видимо, наоборот, они хотят попробовать, как у них это сработает, что-то новое. Потому что визаж у нас, герой, никогда по-настоящему не был метовым. Он все время был у каких-то отдельных исполнителях, которые на нем что-то изобретали. Это как виха, я не знаю, Мипа, то же самое примерно. И поэтому тут у нас визажи были изредка на саппорт-позиции, дохаковский вот этот кэрри, конечно, по которому мы постоянно вспоминаем, и вот этот теперь уже фамильярчик. Да, нам тут показывают. Спасибо тебе большое, спасибо тебе большое. Вот, достаточно, мы обсервировали. Выведите, пожалуйста, плашку с обсервированием, чтобы видеть героев в лицо. Да, вся соль этой связки в том, что аура луны работает на горгулить тоже. Да, ему пробивают они очень-очень мощно. Поехали смотреть. В принципе, эта стратегия у Майнгеймс, у них она заточена под пассивную игру, ну, под пассивную игру оппонента. Если они пассивные также будут играть, чуть-чуть набирают ловелов у нас Майнгеймс, и просто идут сносить это всё к чертям собачьим. И никто не поможет. Потому что, посмотри, отпушивать, по-хорошему отпушивать, да, именно лайн, только может грим. Он хорошо отпушивает, но хватит ли его одного. Всё, больше изгримен никаких нет, чтобы крипов бить. Да, тут гречку особо там ничего не даст. Вот, ребята, вот наши герои. Любят подсказывать. Объясняйте непонятную ситуацию. У них тоже, вот понимаете, обсервер это не просто человек, который вводит камеру. У него есть тоже мнение, душа. Вот видите, он своими конкретными кадрами, которые вам показывают, он высказывает свою тоже личную позицию. Ну, для всех этих дурачков, которые на комментаторах, на аналитиках сидят, вот эти ребята, в принципе, всё разжёвывают. Всех на место ставят. Да, тут плюс. Спасибо. Так, ну что, и теперь мы будем смотреть на очередную попытку на мид Тинни сыграть. Не знаю, если честно, что здесь от него ожидать в этой игре, потому что визаж тоже как бы отлично его пробивает с ул-сэмшеном тем же самым. Также может натыкать его с руки, и учитывая ранние шестые левелы, и Тинни, который не одарён бронёй, он будет пробиваться, дай боже, как. Попытка найти здесь опс. Второй не нашли. Один, потому что грим уже снял. А, он гробовую зачилку вкачал? Да, 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 на первом решил взять так. Соло сэмшен, в принципе, нет атак, именно подзамедлить атаку там и не добить, добить. Ой, ранжевика чуть-чуть, Тинни не хватило, там буквально, не знаю, одно хп. Я бы сказала, что здесь нет смысла, здесь некому заряжать соло сэмшен, чтобы можно было подстрелять. Ну, конечно, не знаю, тут очень много нужно, это на дабл-лайнерах, да, это всё на прямом левеле берётся здесь, да. Через замедлюху. Так, попытка здесь повоевать с бейном, плохо. Фиг, ну тут ранжевика нужно было добить. Сейчас вот хорошо по нему пройтись, но тушар отлично здесь топорами работает, не даёт. Задинает его. Мне кажется, зря всё-таки убрали эту фичу, когда изначально появилось пять курьеров, и была такая фигня, что когда у тебя умирал курьер, у тебя золото не капало, пока он мёртв. Или мне это приснилось? Это было? Было. Это было, да. Было. Потому что так все не внимательно к курьерам относятся вечных токремов. Я сама тоже такая, вот привезла себе реген какой-то, у меня курьеры убивают, а такая, да пофиг, всё равно мне это в ближайшее время не понадобится. Ты вспомни старого, одного курьера, я с ужасом это вспоминаю, если честно. Которого убивали, и всё. И такие, господи, всё, ты мне и катку залил, иду бред. Вот ты реально, вот из-за этого курьера у тебя могли все лайны заруиниться, да, вот потому что как сейчас работают полигены вообще на лайнах. И, ну, в принципе, так и из-за этого катки были по 20 минут. Так, Владискай, отлично, здесь, ну не на того, на Сёму надо убивать, да, отлично. Здесь хорошо ФБ организовали, доигрался здесь у нас Сёма Заслеер. Да. Передавил немножечко, эта раскруточка его не такая уж мощная, как может показаться на первый взгляд. Я просто ещё как бы помню, что это время было стакнуто на то же, по-моему, количество времени, которое было доступно обузить Боттл. И тогда же, когда появились пять курьеров, и Боттл запретился обузить. То есть и меньше способов его езать, а потом, вот, видишь, сейчас курьерами уже и не почекай Шершан, допустим. Вот, и меньше способов его езать, и больше их стало. Знаешь, чем Безас ещё хорош? Вот он когда приходил в такие лайнапы, вообще в любые лайнапы, особенно на медл, то из-за того, что его тычка летела очень долго по крипам, его, вот, всеми личные там персонажи, вообще, любые персонажи просто перединаивали, потому что его тычка летела, наверное, полгода, пока он там до крипа долетит. А сейчас вот просто скорость снаряда, если посмотреть, как он стреляет, когда на мед там переключится, и пока что вообще как-то застреляет. У него чуть ли не... Чуть медленные снайперы, мне кажется, вылетают, он как-то... Ту-ту-ту-у, быстрее. Сейчас тычку покажите. Издалека это можно. Видишь, он очень быстро вылетает. А раньше она супер медленно летела, из-за этого все перединаивали. А сейчас он по крипам, видишь, хорошо, идёт, не проигрывает Тине. А Тине такого старого визажа просто в ноле убил по крипам. Те, у кого медленнее тычка, она, как правило, ещё чем-то компенсируется. Допустим, у ДП тоже очень медленный снаряд, очень долго летит, ещё там что-то извивается по пути. И это компенсирует с тем, что не с вором, если она с ворома может добивать. Да, этого парня вообще ничего не было. Ещё можно добивать. Солос-эмшен вряд ли ты будешь добивать. Там по... 170 стоит, да? Это слишком много. Так, ну и смотрим у нас. Ты в статике сейчас... Ага, Сёмыч. Опять, опять, опять. Его сейчас могут прижучить. Есть Сингсвелл, по нему попадает. Опять уж много хп теряется, но Сём успел на молотке своему лететь и выжить. 10 хп у него осталось. Просто на каких-то... Но лак, джаст скилл, да? Да. Предбрекер тут через 2 брейсера. Такой на мужчину одевается. 6 армора на 1100 хп. Попробейте. А сейчас очень часто я заметила все силачи на харду. Закупаются даже... Не всегда грейзят, я бы сказала, даже почти никогда. Обычно покупают как босс-качалки. Две гантели и вот с ними ходят. Да. Вот, кстати, в предыдущей серии у нас кентавр такой же был. Как раз от кого-то... От фаника, по-моему. Да, у них тоже были просто две гантели. Но это да, часто такая сборочка. Ты просто хп одеваешься, но тебя нереально пробить. Чтобы тебя пробить, тебе нужно огромное количество ресурсов потратить, которые ты можешь выбить там и так далее. Первая позиция, это, конечно, не есть хорошо. Так, спиритбрекер. Пока он там гоняет этих двоих, надо бы еще злосечку где-нибудь достать. Потому что тут еще ситуация такова, что Крепочков он вроде как добивает, но ему в этом плане мешает. ПБ досталось не ему. И убили пятерку еще при этом. То есть как бы они до ВЛ по большому счету ничего не сделают. То есть Луну как-то остановить в этом плане едва ли получится. Луна с ВС линией получит, он тут уже Бимом крипов добивает некоторых, чтобы точнее подходить, пока рядом не может находиться Слэйр. А Слэйр, видимо, Курьера встречал. Разбалил тут спаун. Поздновато. Поздновато это сделал. Можно было бы пораньше подводить крипов, что Плун там просто на префарме ставил. Фойвардик тоже неплохо ставит. Не знаю, может быть, Кьюпи здесь опалил это все. Нападение на луну. СВ уже поздно касать. А вот на развороте можно сейчас попробовать, но опять же, Владиска трудно будет пробивать, просто у тебя на развороте здесь будет месить, даже если ты будешь его убивать. Но на миде все ровненько по нетворцам, по кэрри позициям. Есть разница в 300 золота, довольно существенная, но Луну не стоит в этом плане недооценивать. Она как только в лес пойдет, там сразу потечет золото рекой. И самое главное, что все очень прилично у Бесмастера, то есть у него линия прям кайфовая. Да, Бесмастер хорошо стоит, но опять же. Все коры неплохо, вот они все ровненько, да, где-то там кто-то кого-то опережает, тут у Бесмастер ровненько получается. Вот единственное преимущество, это Гримстрок, да, который вот на эти 300-чки опережает и за все с Бладом. Так, на Сема разгон. Сема, ну, должен взять, успеет ли, да, успеет, успеет, да, здесь, с цельсином Хаммера. Я вчера пыталась познать этот второй скилл Марси, он тоже, он векторный, как-то он очень с трудом наводится, он не поддается правилам квиккаста. И в этом плане для меня, помню, кто последний раз такие сложности доставил, это вот Дан Дрейкер с ее молотком. Тоже, как бы, далеко не так просто это все дело рассчитать, но с Марси еще сложнее. Ну что, видим то, что потянул время, как бы, уже перестал погибать, но зато начал выбивать очень много таких вот ресурсов из противника, временных в первую очередь. И как-то абсолютно на ровном месте лоу-скилл погиб, абсолютно просто. Бэйн отошел, вот ошибка. Ой, Вуну забрали еще в размен. Ответка, кстати, моментально на первой позиции, но Киопай тут, не знаю, будет ли умирать. Вообще, Джимина это так, должен откатиться у Бигнама, по идее должен, можно даже под Тауэр задайвить. Я думаю, догоню. Шикуч, шикуч, шикуч. С догоню, догоню, догоню. И Джиминейт атака будет, вот, Шикучом, надамажить, да, и даже Шикучу уже, Джиминейт атака нельзя. Джиминейт, да, но если что, сработало, ну, постраховку, да, если слики там какие-то сработали и так далее. Дабул демаж здесь у Визажа, хорошо, тут уже подписчики работают, пассивочка на 2. Так, ну, надо будет ждать того момента, когда он начнет работать вместе с Луной в дальнейшем, пока, конечно, они не пересекаются в этой жизни, они скоро пересекутся еще, если честно. Попытно напасть сейчас будет на тине. У него... Да, как на него, у них стан не так много шансов закастовать. Птички довольно медленно садятся, если бы сюда пришел... Ну, скорее, Дамбрекер пришла бы, наверное, побольше шансов было бы. Ну, мой фэн просто на фармсе сыграет. Интересно, че, что будет первым артвартом играть. Ну, похоже ты на медальку? Похоже. Орчат, орчат. На орчат. Так, Великон Блейд, стандартный для ТБхи. Ну и Петушара уже домик имеет. Все, он сейчас выгонит ТБ, ТБ тут соло стоять не может. Мне здесь нужен обязательно суппорт, который я суппорту. Да, и уже надо уходить. Да, да, да. Суппорт просто не хочет на восьмой минуте стоять и побеседить, потому что время прошло уже. Стан задоджил. ТБ вниз, Бейн, ну, позволит, наверное, тоже снизу снести попытку убить, опять же, Сёму, но... Размансил. Ой, 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 хрипучки. Он должен побить этот дух. На! Алуна, Таня, тут нет никого. Он соло. Он должен его забирать, по идее. Сейчас откроется стан. Но он надолго развлекает, как бы... Время спидербрекера сценно, слишком сценно для этого. Стан, сейчас еще пашь сверху. Все, нет дурчика. Тот самый спидербрекер. Минус тавр. Минус тавр. Все. Бессмастер оккупировал этот лес. Опять же, рано показывать сюда Луну. Луна сейчас чуть постоит на треугольнике. Как раз Бессмастер плюс-минус к этому времени оформит себе Владимир. Ему нужно будет двигаться в сторону мида. Там делать пиков. Сносить тирадин тавр. Освободать Луни огромнейшую территорию. Треугольник и нижний лес. И за счет этого уже пытаться доминировать. Потому что огромное количество зоопарка будет, опять же, под Владимиром у птичек еще большая атака будет. Опять же, аура Луны. Владимир. Там он просто чуть ли не сотку с лишней будет каждую птичку выносить с этим бешеным уроном. Все, он все продолжает стоять на этой линии. И все больше и больше натиска на него. Грамотно. Это грамотно. Это как тренд. Знаешь, ты очень много внимания на себя отделяешь. И, соответственно, ты даешь огромную часть спейс для своих фонов. Ну, по крайней мере, допустим, пока этот брат Рум занят Валору, он не бегает на Эфена. Например. Как того, да-да-да. Хотя едва ли Байонет. Спейс креатив. Ну, все-таки бежит на Луну. Рядом Грим. Рядом Грим. А как он ее заспотал? Видимо, кто-то из саппортов подвезет. Придошло. У нас была... Рошан забашил. Он пробегал мимо Рошана, он его то ли забашил. Да, видимо, забашил. Он сам не отменял. Он еще пишет Better luck next time. Бывает. Просто я вспоминаю ситуацию. Игра Spirit против ВП, по-моему, так, с тема. Да, тоже. Вексуэлл, уличмейт. Пытался отойти. Или шансов. Это тоже без шансов, да. Не помню, против кого конкретно они играли. Может, против Ашер. В общем-то... А, нет, пусть Гамбит. Там была ситуация, когда макака сидела на елке. Вот внизу, около Т2-вышки. И там не было вообще никакого вижена. Вот здесь вот, да, вот показывают нам примерно вот эти елки. Он там сидел. И брат Рума на него разогнался. И мы такие сидим и думаем, блин, а как он его увидел? Как он вообще это заметил? Потом спросили у... Кто там играл-то на него? А, ну, короче, не тот, кто играл к нам пришел, Николас. И мы спросили, а как вы его заметили, как вы вообще смогли за него зацепиться? Сказали, а я что-то там баганул, он посвятился, но мы и нажали разгон. Вот. Так что я вот просто думала насчет того, как какая-то они там луну за себе. И насколько часто такие баги возникают. Потому что я большой любитель паратрома. Но у меня такого никогда в жизни не случилось. Покажите мне все баги, да? Да. Буду бежать на всех. Так, ну вот она, как раз та стяжка от Бессмастера в мидл. Работает по Тирадин. Огромнейший зоопарк. Тирадин сносит под катапульту. Вторую. Мы тут должны динайвить, по идее, Тауэр. Да. Ага! Птичками хорошо. Тут Фенчик именно под контролем. Не дал все быстренько забрать. Останьте Асима. Не-не-не, тут снова спирдрекер соло. Тут его не заберет. 1200 валора, 12 армора под Тауэром. Это же звук. Мапфинер. На теглайн. 1.08 майнгейм. 6.25 айве. Ну и 3000, да, за майнгеймс на данный момент. Хоть они по счету и проигрывают. Но фарм на их стороне. И опять же, да, минутик 15-20, когда это все соберется и на тебя пойдет. Птички. Эншент крип от Бессмастера. Луна, Сауэр. И там какие-то еще маленькие бафы там от медалек. Да, нужна 20-ая где-то примерно минута. Да, это будет очень трудно остановить, потому что его от пуш только один. Это грим. Грима будет, конечно, если его убить. Вот он, честь четвертой строку фейт играет. Тоже собирается абсолютно так же, как и у нас предыдущий на предыдущей катке. Но там не получится так же 20-ой собрать аганим. Так, тут нашелся жучок, но валора сейвит. Валора сейвит. И причем они убьют еще его. Ой-ой-ой. Ой, ну это провал, если честно. Тут что предыдущая игра была, но на таком герое, на котором трудно что-то сделать. Вот, а здесь опять у нас какой-то очень пассивный братрум, который раз за разом пытается догнать валора, но уже стоило бы что-то с командой поделать. Потому что опять есть Тинни. Вот Тинни стоит на миде с ФНом, и можно на ФН разогнаться, попытаться его за проказ вступить. Хотя едва ли это получится, он там пассивочку свою максит. Но хотя бы попытаться. Или там на луну, или без мастера. Ну хотя бы просто луну поискать. Смог нажать, луну поискать. Красивый выход на ТБ. Это он. Это он. Видит его. Некрасиво ТБ сюда пришел, я бы сказала. Надо было сначала Вивер, наверное, по раскане чуть-чуть. Да, там ФН не забывал. Минтальный выход на ФН. Проспект от братрума. Братрум с базы бежит, там еще три героя подходят. Так, ну здесь тоже много наруч. Тут будет тяжко. ФН нужно птичками как-то себя сейвить. Но там Тинни уже с дайгером, и там будет очень жесткий проказ. Вот почему нельзя было раньше этого сделать тоже. Ну ладно. Активные действия, наконец-то. Мы их видим. Пять киллов. Сколько за целую прошлую карту. Там луна спокойненько мид пофармила. Пришла через речку. Внизу тут уже вышка несется. Тоже как бы. Эй, вот Владимир уже на подходе. Да, большая часть осилена. Этого грыжного доминатора. Теперь брейкер, бегну. Ну, теперь лотал. Не знаю, куда. Далеко. На, он хотел крипчиков пофармить по пути. Нашел себя. Так. Моисей, надо продолжать. Давай, Моисей, жги. Моисей. Нужно, нужно, нужно. Активно, активно, активно двигаться. Нужно пошел. Давай, потом. Еще один смачок. Быстро вышли, убили. Не зажато. Луну нашли в своем лесу. Понятное дело, где она фармит. Это все уже... Да на луну уже давно забили. Да давно ясно. Нельзя она на нее забили. А знаешь, я просто, когда Рошан забашил спидбрейкер, они решили, ну, не судьба, наверное, и больше не буду. Он просто продолжает фарм действия. Хотя можно уже более активно опять начать двигаться. Вот это хороший, единственный выход был, да, вот убили анимедера. Мид принести надо за него подраться. Ну, просто вот я смотрю, что он делает, да, вот эту фиолетовую иконку. Он дальше мида не отходит. Он видит крипов на миде, все, он к ним прилипает и... Минус Биггнам здесь, по идее. Вообще у Биггнама таймлэпс сейчас играть. Прокасливать. Фиг. Нет, не заберем. У него 10 стиков есть и таймлэпс. У него райндропы. Фиг там плавал. Не сработает. Ладно, поймали беста, фист грипп. Надо было сразу прожимать. Там, правда, зоопарк есть, но беста забрали. Валорус сюда прилетела, она может доесть. Но это сам, потому что шар справился со своим зоопарком. Фитфест. Средственно, камеру спасет ли. Можно кидать. Успевает. Успевает. Нет, тут разбор. Там спиритбрейкер. Подходит луна. Один удар. Отлично. Еще фитфест. Трипл килл. Залутал. Сюда. Ну, вот фитфест жесткий пошел от Мангеймс. Да, хорошо-то выиграли. Чуть больше тысячи по голде. И, кстати, экспы тоже залутали. Так, есть орчерд у визажа. Есть пока еще ни во что не грейджин и блайтстоун. И Аганим будет сделать. Ну, очевидно, с Аганимом надо торопиться. И террор тоже как бы АПК фармит все это время. У него с тех пор, как его с линии выгнали и убили там на ровном месте, тоже, в принципе, достаточно безоблачная жизнь. И он уже с манта-стайлом. Надо стягивать Мангейсом всю команду. На самом деле вниз забирать у Тирпла Тауэр. Опять же, снизу забирать ванпост. Потому что у них сейчас есть возможность, у них есть ресурсы, несилы. Обежал, обежал, обежал. Опять вивер. Вивер тоже зря сюда так раз за разом входит. Но пытается перевардить, а так на импи? Да, пытается перевардить. И очень хорошо варды ставят у Мангеймс, которые не отбиваются. Тоже, опять же, необычные точки, как на прошлой карте. Да, у них все четко было. Так что, почти готовы вторые Доминаторы. Нам тайминги хорошие. Фан тоже уже в один кусок Аганима осилил. Что у Тинник-то вообще-то появилось там после этого файта? О, Блайсхайма как раз сейчас на Ассиома нападает опять. Вот здесь сейчас можно смырять. Подсветки нет. Но на самом деле он быстроват уже у него там Shadow Blade. Это бульдоз там, главное, очень благодает ему, потому что он не стоит в этих станах. Ну и выход. 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 Неплохой. Кстати, раздеварили тот вард, который вражескоп лесу, и не видели. И Луну сейчас могут забрать. У Луны очень мало ХП. Но он успевает. Он успевает это все прочитать. Все, мы сейчас, скорее всего, будут русовать. Тинни запрыгивать. На Луну до сих пор разбег. А что он так медленно бежал? А откуда он бежал? С базы? Да. Странно. Странно. Ну ладно. До Блокит Бара, если запрыгнуть, он все ХП снимет Луне. Да. 400 хп, это мало. Забирают Рошана. Всей толпой он очень быстро здесь минуснется. По идее, если 7 бить. Ну вот у Драка. Драка пошла. Бейн подорщина. Ничего не может сделать. Птички сейчас летят. Огромное количество урона. Ну и по одному тут по одному можно забирать. Тут есть Владимир. Опять же, ауры. Дракон. Три дополнительного армора для всей команды. Сейчас ДБшки будет трудно прибивать. И не могут пойти. В чистом поле. Ави сейчас слабее. Именно вот в Драке 5 на 5. Этот зоопарк, он как два дополнительных героя сейчас, наверное. 7 на 5. Драка. Да. Не особо честно. Зоопарк сожрет что Бейна, что Грима. Да. Суппортов убивают сразу. Просто натравливаешь. Тайно жирают. Это дракон еще с руки сильно бьет. Под всеми аурами. Сколько у Дракона демеджа? Ну, не столько, сколько Уликана. По-моему, Уликана я вообще офигела от жизни, когда я видела здесь у него 100... 200 еще под луном. Ну да. Я помню, что я смотрела на Ликантропового, вот такого дракона, законтроленного. И там он под всеми бафами нажимал что-то под 300. Даже под 400 даже, я сказала бы. И вот это махина, конечно. Аншент. Ну да, вот у Дракона там 1000 хп, дай бажа. Так, ну и что? Биггнум тут бегает, смотрит и хрипочек подбивает. Не дает Блазискай запушить линию. Гвардик только поставил новенькие чистые, но неприятно. Так. Ну, видел, видел агрессию. Он прекрасно знает, да, потому что он только что загинал в арте и прекрасно понимает, что у тебя видит, не подходи. Не подходи, будем бить. Попытка забрать тавер в ответку на Тир-1 сверху. Уже больше тавуров на 1. Так, Бэйн. Хотел вунтоск украсть и украл в принципе. Не получилось. Так, ну а там Петушара, по сути, в соло унес эту линию. Вот, кстати, даунбрейкер Холилоки тот самый. Вот Аганин будет, что я говорил. Это будет на усилии. Опа! Кстати, можно выкупать. Пареточки. Ну, они знают, что тут они его и без того видели. Пойнт бустер. Давай. Все бежит куда-то. Все бежит и бежит и бежит. На луну. Ну, они убьют ее. Но с Тинником вдвоем, если тот все-таки стапит, начнет что-то. Ол-скил. Ой, Петушара, ой, Петушара. Там еще стан сверху будет, и птички будут садиться. Ой. И Манта Стайл уже был потратен. Ну все, там один стан получен, дальше уже зачинилась так или иначе. Винсента также погибает, это минус 2. А Баратура в это время бегал. Так, попытка напасть на Геренсор, да? Набирают. Тинни тут. Ну тут тоже не уйдет. Вивер должен убивать, честно. Хотя, а, и Вивер уже. Не получается, здесь он плохо прыгнул. Успел, Вивер успел. Хочет затея. Да, он уже не умирал за прокат. Перестал умирать за прокат. Куда, куда, куда ты, молодой человек, зачем ты это делаешь? Что за врыв? Ну там 5 героев, ну куда ты врываешься? Знаешь, класс, по привычке, куда-то бежать надо. То Форест, Форест Гамп. Ну тип Табла, ну по крайней мере, на это похоже в геймплей Вишн. Он все время куда-то бежит, отменяет, бежит, отменяет, отменяет. Поэтому такие, о, сейчас вы правда задали или нет? Все, сейчас... Вот сейчас как раз эта связочка там потихоньку на что-то работает. Правда, аганимчик что-то, я так понимаю, фэн еще не доформил. Сейчас потеряют центральный коридор, почему? Потому что у УТБ формы нет. Да его-то работает этот визаж, Луна. Минус мидл, минус мидл, просто на халяву. Тини, Иул, вот тот самый Иул, минус Тини. Сайленс, хотя... Там держит в синтрипе Луна, но у нее Аегис. А дальше как быть? Вот, аганим появился, все-все-все, сейчас оптичности начнут делать вечерин. Вот, отлично, станчик. Багабешку. Раз, 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 назад. Непонятно, за кого подошел. Ну, еще минус два, спиритбрейкер без байбэка. Еще байбэк, но на это можно отходить. Не-не-не, спиритбрейкер без байбэка нужно просто регрупп делать. Маленький регрупп. И вот на развороте просто эту игру можно заканчивать прямо здесь, сейчас. Ой. Этот парень тоже уже не может ничего сделать и выкупиться в том числе. Да, они об этом знают. Вот им везет только что, что у них стоят боковые ТВРа, но что могут сделать у нас Майнгеймс, они могут пойти в трон. Да. Решают аккуратнее сыграть. Даблдэммер сверху, опять же. Для луны. Нужно ехать. Да, показывает остаток файта, самый конец. Это там, забей, как-то очень странно все в районе делают. Начиная со спиритбрейкера, который просто ворвался. Но оттуда пошел плохой муф. Опять умер. Который дальше засноуболился. Ты когда понимаешь, что косячишь, но уже не можешь остановиться. Ой-ой-ой, ТВ решил крипчиков на миде попармить. Maybe next time. Еще и бейн, близко всему. Да. И должен на 55 секунд. Не знаю, может им в трон попробовать реально? Ну вообще можно просто одну еще плюс линию толкнуть, и уже гораздо легче будет. А это там куча выше подбивает. Они отжираются очень сильно. Визаж с аганимом. Опять же, не знаю, можно... Медалька вообще имеет место будет собирать в Солар. Или в Кирасу разу идти. Я думаю, в Кирасу можно. В Кирасу, наверное, профит не будет. Опять же, в ТВ. Кликайте на баннер в Инлайн-трансляции, ребята. 2000 рублей будут ваши, если вы там будете новым гостем. А пока вот нижняя линия толкается. Весь отряд, пуш-отряд готов. Пуш-отряд, мне кажется, это спиритбрейкер. Прямо он очень русский пуш-отряд. Вот он опять. Мне кажется, такой драфт не хватает для Лундруида. Богом забытого уже. Для Мангеймса? Да. Вместо кого можно запихнуть? Не знаю, помню. А по старой доброй традиции Secret, который когда так мажор выигрывали вместо Луны и играть на Кире Лундруиде. Просто его в 6 тысяч лет не пикали. Он просто... Если не пойдет игра, ты с ним не особо закомбатишь. Потому что этот герой... Ситуативный. А он так долго был мастхэв-героем причем. Тир-1 дота. И панду против не уберут, да, примастер наконец-то. Привет. Сперитбрейкер, ты где? Я тебя видел. Да. Ну надо по низу идти. Не знаю, что Мангеймс тормозят. Все ждут следующего Рошана. Но до него долго. Опять же, потому что его недавно убивали. Основной темы расчета минуты. Перепризвал птичек 18-го левела уже. А Дарк-портрет появился, кстати, на 22-й минуте. Валору ждет. Ждет Валору. Опа. Привет. Просветка. Сразу моментально. Ну нет. Раз, раз. Старт. Раз, два, три. Дай. Очень больно. Это еще не сработал демидж от Орч, да. Ну и доминирует. Контрольный сукар 16 тысяч. 23-й минут 16 тысяч. Огромное преимущество. Но это большая часть его наработалась вот именно за снесение этой два вышки стороны и вот все то, что происходило попутно. И огромное количество киллов, да. Ну вот это вот промежуток двух минут, которые они отработали, конечно, это сильно. Вот тот самый Аганим. Опять же, к 23-й минуте быстро. Но опять же, это при доминации все получается, эти быстрые артефакты. Я сейчас вот кого-то будешь фокусить. Ну не знаю, суппорта какого-то можно еще как-то убить на Вивер, да, который там не особо хп имеет, но Луна ты не пробьешь. Просто нармят ультимейт и все, там будет жесткий апфилл, тем более второго уровня уже. Больно. Ну и пока не торопится никуда у нас Майнгеймс. Что-то там дофармливают еще. Очень хорошие нетворцы имеют, прям ровненько идут у нас все Майнгеймс 13-й. Те коры, да. Да, и 14-ю Луна. Отстают друг от друга. Соответственно, все заряженные. Абаратрум не набегал себе на этого риса. Так, выход. Кто тут визаж? Визажа будет трудно пробить, он даже в соло тут на самом деле, смотри, я хочу, чтобы нападите, пожалуйста, дайте посмотреть, как Валора будет выхиливать это все. Вот его новая способность, которая появилась, он сейчас еще может сдачи дать. Так, ну я вижу, у него есть план. Кираса, Кираса. Треугольник, чуть своего леса, плацдарм до Рошана обварживаем и забираем этого Рошана, заканчиваем игру. Примерно такой план сейчас должен быть в голове. Быстротечный, близкриг такой. Ближайшие пять минут игры. Да, если все пойдет гладко, то именно так. В принципе, прям таких геймчейдж артефактов больше не требуется, хотя там, не знаю, может все-таки это и дало собрать в луне, но решила всего по кусочку влезть. Все на жир есть, вот может еще один артефакт, который бейсмастер собирает в лунку, по-моему, варит себе как раз, который на луну можно кидать будет. О, до петуша рулинка не доехала. Цветок не доехал. Ну, у него не хватало, сомнений. Будет стоун там или колечко. Потихоньку поддамажили тавр, забрали последнюю внешнюю вышку. Блатторна это был. Блатон. Все-таки Блатторна. Идум кирасу больше. Я тоже думала. Можно кирасу, кстати, завалить? Да, дорого. Пока не вижу в этом прям огромную потребность. Дорого, но со вкусом. Ну, вот если денежка там будет после какого-то файта и игра не закончится, то можно закупить. Но пока видим то, что сами Айви присели у себя на базе. Но вообще потихонечку надо настраиваться на драку за Рошана, потому что его выпускать Айви, в принципе, все равно, что в статье ФК уже на фонтане. И у Луны осталось совсем немного до Клеймора, чтобы собрать себе Сатаник наконец-таки. Но это тоже можно в бою заработать. Копейки денег стоят. Перехватывает его он просто. Знает прекрасно об этом. Хотя, может быть, и не знают. Луна так сейчас опасно заходит, на самом деле. Первая. Но! И она не боится. 2400 хп под Валорой. О, еще какой... Давай, бери, бери. До себе бери. Сейчас драка начнется. Давай. Погнали. Да, может сейчас как раз с ульты файт начать, если они решатся идти в драку. Надо летать. Надо летать. Вот он. Где у нас громоза уже. Хочется прочекать сначала, стоит ли там Рошана. Драк на Рошана финальный, наверное, будет. Опять же, байбайки можно на наш шикаран. Потому что сейчас начнется... Самое вкусное. Ну, я вижу то, что есть байбайки. Там кулдаун еще. Там кулдаун еще у Али. Вон у Тини только есть. Дайте байбайки. Сейчас закажешь. Смотри, да полоски. Так, кулдаун у Спиртбрейкера, кулдаун у Бэйна. Так, разгон на Саван Джессу. Не надо до конца бежать, пожалуйста. Ладис. Оп, просветили. Даже попали по нему доставили. Акстись. Воу скилл. А вот этот товарищ явно не прав здесь. Правда, его тут никто не хочет убивать. Минута дороже. Да, видимо, просто рошу ждут. Птичку надо туда сейчас засунуть опять. Бейсмастер вешивает. Сатаник. Сатаник у Луны, опять же. Добиваю ключевые артефакты. Гейм есть у Визажа. Сейчас быстренько все за счет птичек кто-то заминает. Ну, и вам выход. Ну, это... Где, где ультимейт? Да, я спал. Что-то с Луны? Вот почему не было. Я промолчу. Затупил, видимо, судя по смеху его собственной пятерки. Очень странный мув. Полминуты. Они, ну, успеют его убить. Ну, формы не будет. Самое прикольное, что не будет формы. То, что Рошан сейчас не таймингового появляется. Торблей сейчас потеряет форму. И они даже в четвером здесь могут подраться. Ну, Визаж очень сильный. Они сейчас, ну, в четвером даже без Луны здесь могут скидать. Так, врыв от Владиская. Сразу Юл Септер. Блаттору следом можно будет повесить на него. Все равно пока больше там нет никакой. Валора прыгает. И так просто команду поддержать скорее. Пульсацией. В ТБ сейчас форма заканчивается. Не знаю, зачем он сюда пришел. Вот она прям секунду на секунду заканчивается. Вот. И все. Ворошан появился. Луна появляется через полминуты. Они забирают просто халяву сейчас от Ворошана. Да, они могут просто без Тома его забирать. Если туда, да, они в четвером сейчас пойдут забирать Луну. Сейчас пойдет через 15 секунд. Они прям начнут это делать уже. Что? Можно сказать. Ну, Луне требовало быть аккуратнее. Явно. Вот ЛНК. Такой еллумул был. Он наконец-то дождался, когда ресница Курьер. Шарт у него есть. Орлы пикировать будут. Туника. Не подправляй. Да, ХБ. Ну, неплохо. Тоже всегда полезная штучка на таких героев. Полезно. И вот, 7-Jest пришел уже на готовенькое. А шарт есть? Надо шарт кому-то отдать сейчас? Кому-то бессмастеру? У бессмастера есть. Бессмастер шарлетик есть. А у Валори, может быть? Можа передаст кому-нибудь. Луна тоже сама себе уж купила, тушетка. В визажа есть шарт? Да, визажу отдали. А там тем временем тени забрали. Это, кстати, мидер был. Он, видимо, то же самое сделал, что Луна сделал буквально пару минут назад. Утимейт 10 секунд. Надо чуть-чуть подождать. Там брейкер с этим утимейтом. Да, там и Фэн и рядом нет, у него троллов-то тоже не имеется. Так, линкенсфера. Спиртбрейкер должен сбивать моментально. Да, Фэн в пути. Формы нет. Не знаю, как мне это. Должны защищаться. Без формы на ТБ. Линка висит на Саванжесу. Там чуть идёт полминуты, бери до формы. 15 секунд, да. Чуть не рассчитал. Так, нажимается Таник, хилится от крипов. И бьёт эту тревышку. Тау теряет, они не под... Сейчас упор не подойдут, просто всё. Начинают головы летать. И как подходить неизвестно, непонятно. Так, решили побить лоу-скилла. На него накричали. Валора сразу прыгает сюда же. И брат Рум между делом подставился. Он погибает без байбека. Байбек есть от ТБ. У ТБ есть формы. Настало время нажать и драться. Моисей, как же сильно он разваливается. Он все лучи от ульты луны писал. И также, помимо этого, саппорты разваливаются. Но ультра-килл уже для Саванжесу. Это конечное. Да, ГГ пишет команда Айвис. Соглашайся со своим поражением. 2-0 для Майндгеймс. Ну, вторая карта получилась не такая чистая от них. Но всё-таки они класс опять же свой держат. Показали и снова развалили реально на классе. Самое главное, попробовали для себя, как у них это работает. Но, если честно, пока на соло-линии мне гораздо меньше визаж нравится. Менее юзабельный, мне кажется. Он именно хорош в совокупности этой стратегии. Хорошо смотрелся, потому что 20-ая минута. Бестмастер собрался со вторым доминатором. Визаж пошёл опять же под этот орчит. И всё, они пошли вместе просто сжирать всё. Там против драться нереально было, потому что это два дополнительных персонажа. Во-первых, Хэншен Крип. Он примерно такой же силы, как, не знаю, как Бэйн или как Гримс Рок. Под семи аурами он пойдёт. И один на один, на самом деле, какой-то голем, он убьёт Гримс Рок. Это действительно может быть так. И так вот у нас получается то, что две серии по 2-0 у нас за сегодняшний день случились. Но это только самое начало групповой стадии. Впереди нас ожидает ещё очень много встреч. Завтра 3-бесту в 3-серии, начиная с трёх часов по московскому времени. Мы с вами на сегодня прощаемся. Возвращайтесь завтра именно к этому времени на этот канал, для того, чтобы посмотреть за продолжением групповой стадии Дота 2 Чемпионс Лиг. Продолжение следует...